МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Нелегалы как ходовой товар местные дельцы не гнушаются нарушением закона, принимая на работу незаконных мигрантов. Как стоишь? Рязанские дорожные полицейские с эвакуатором на переезд провели рейд по нарушителям правил парковки. А начнем с происшествия в Михайловском районе, которое случилось на 218-м километре Московской железной дороги на перегоне Лужковская-Голдина. Здесь вчера в полдевятого вечера пассажирский локомотив поезда номер 471 Москва-Адлер врезался в грузовик. Так что путешествие на юг для пассажиров началось со стресса. В поезде никто не пострадал, а вот водитель автомобиля погиб. Через полчаса после аварии поезд отправился по назначению. Теперь, так сказать, о текущем моменте. После того, как рыночные торговцы с Кавказа избили полицейского на Матвейском рынке в Москве, в столице и других городах России прошли массовые зачистки. Искали нелегалов. Ну, понятно, что нашли многих. Но вышло все опять-таки, как всегда. Теперь в московском районе Гальянова образовался палаточный лагерь для незаконных мигрантов, который сразу стал поводом для головной боли столичных властей. То их там кормят гречкой вместо риса, то женщин требуют отселить от мужчин, то вьетнамцев отселить от всех остальных, то условия не те. В общем, то то, то и это. И весь этот Вавилон шумит и волнуется при том, что полисмены-то лупили дагестанцы, а это же самые, что ни на есть, чистокровные россияне. Нелегалы, конечно, нарушители по определению, но по-прежнему на их проникновение, по большому счету, государство закрывает глаза. Для чиновших деляг это не потенциальная угроза общества, а дешевая рабочая сила. Судьба отечества при этом отступает на 30-е место. У денежных мешков и дома, и бизнес за границей, и гражданство у многих двойное, и перспективы семьи связаны с зарубежем, и дети по Оксфордам учатся, а здесь, в России, хоть трава не расти. Народ, наконец-то, начал возмущаться, а потому положение дел понемногу начинает выправлять и ставить с головы на ноги. Ответственность за привлечение нелегалов к работе разделяют и деляги. Извините, но предпринимателями таких шустряков назвать язык не поворачивается. Рассказывает Олеся Харлина. Вот уж действительно, скупой платит дважды. Уголовное дело изначально возбудили в отношении уважаемого рязанского предпринимателя, который давно занимается строительством и ремонтом различных объектов. Выяснилось, что некоторые его работники не имели соответствующих документов. Так, предприниматель в сентябре месяце нашел пять граждан Республики Узбекистан, при этом заключив с ними срочные трудовые договора, но не оформив необходимые документы, которые составляются в управлении Федеральной миграционной службы о разрешении данных граждан на работу на территории Российской Федерации. Оформление только одного патента, дающий право работать конкретному мигранту, стоит в среднем 30-40 тысяч рублей. Эти затраты предприниматель посчитал излишними и накладными, забыв, что в случае разоблачения придется раскошелиться от 250 до 800 тысяч рублей за каждого такого работника. Только у двоих приезжих был патент на работу с физическими лицами, с юридическими ни у одного. Сумма штрафа в общей сложности оказалась 1 миллион 250 тысяч рублей, но вместо того, чтобы заплатить за отсутствие документов, предприниматель пошел дальше, подготовил и до последнего отстаивал другие бумаги. То есть были оформлены эти граждане на другую фирму, а у него они работали по суп подряду, то есть являлись не его гражданами. Так солидный штраф вырос еще на 55 тысяч рублей. Ситуация с мигрантами в России вообще вопрос острый. Осуждаем ли мы тех, кто позволяет им открыто въезжать в нашу страну без документов, или жалеем самих приезжих, оказавшихся в трудовом рабстве, все это подтверждает главное. Нелегалы становятся непомерной ножей для государства. Разумеется, если уж свои творят в родном отечестве беззаконие, то что говорить о приезжих? Вот пример. Рязанские полицейские на днях поставили точку в деятельности шайки, сбывавшей фальшивые купюры. Специализировались и жулики на пятитысячных, разъезжали, как это водится, по районам области, где народ попроще. Оперативная информация по поводу фальшивок была. И очередной «привет» в кавычках пришел из Шиловского района. В придорожный магазин зашел покупатель, взял блок сигарет, расплатился оранжевой. Продавщица засомневалась, вроде деньги те, а вроде бы и не те. Бумага ей показалась подозрительной, не банковской какой-то. Финансовая ответственность дел серьезная, потому работница торговли позвонила в полицию. На месте эксперты определили, она пятитысячная, фальшивка-злодейка. На редкость продуктивно сработал объявленный плат-перехват. Возможно, потому что дорог в районе поменьше, чем в больших городах. Подозрительные «Жигули», на которых передвигался сбытчик сотоварищей, остановили при выезде на федеральную трассу. Задержанными оказались двое уроженцев республики Азербайджан, которые проживают, разумеется, в столице нашей родины, Москве. А что же, а вот ни землю пахать приехали, ни заводы поднимать. Этим пусть местные коренные работяги занимаются. Понятно, что азербайджанцы отпирались, однако поутихли после того, как в их малоприметном авто нашли 44 поддельных пятитысячных, а при обыске на квартире одного из азербайджанских жителей Москвы, нашли еще партию фальшивок, всего было изъято около полумиллиона ненастоящих денег. Как отмечают эксперты, фальшивки у кавказцев были не самого высокого качества, и в то же время в пяти случаях в магазинах поселка Шилово продавцы проверяли банкноты в специальном аппарате, который опознал их как подлинные. Вот вам и техника. Сегодня в Рязани провели рейд дорожные полицейские. В этот раз на вооружении блюстителей дорожного закона были не только чистые руки и помслы, вдохновенные строгие лица и традиционные жезлы, а и могучий эвакуатор рейдовали инспекторы по неправильным парковкам. Вместе с ними в рейд выходила Оксана Тебенихина. Наверное, холодная война водителей за парковочные места так никогда и не закончится в пользу автомобилистов. Администрация усердно закрывает глаза на столь откровенную проблему, а сотрудники ГИБДД ежедневно собирают железный урожай, который вырос в неположенном месте. За 7 месяцев этого года у нас эвакуировано уже 689 автомашин транспортных средств, которые помещены на специализированную автостоянку. В Рязани пока что всего два эвакуатора. Никакого вреда, по крайней мере, визуального. Автомобилю они не причиняют. Зато хозяин транспортного средства, выйдя на улицу и не обнаружив свое имущество там, где оставил, теряет миллионы нервных клеток разом. Но негде парковаться людям. Если уж черным седаном с номерами ООО, РОО и прочее «ё-моё» можно бросать служебной на марке, где попало, без каких-либо последствий, то простым рязанцам приходится платить по полторы тысячи рублей за каждый час простоя под знаком. Далее обзор последних резонансных автоаварий также от областной автоинспекции Оксаны Тебенихиной. За 4 дня последнего месяца лета в Рязанской области произошло три ДТП, в каждом из которых погибли дети. Ночью 1 августа в Сараевском районе произошла трагедия, виновником которого стал нетрезвый водитель «девятки». 1 августа в Сараевском районе нетрезвый водитель в вечернее время, в темное время суток на неосвещенной дороге выехал, не справился с управлением, выехал на встречную обучину, совершил наезд на двух девушек. Одна из них скончалась в больнице. На следующий день 2 августа на Московском шоссе произошло ДТП, в котором погиб трехлетний мальчик. Молодая семья из трех человек переходила дорогу по пешеходному переходу. Все автомобили остановились, уступая дорогу маме, папе и маленькому пешеходу. Но закончить свой путь семья так и не смогла. Сколько вам лет? 16. Водительское удостоверение имеете? Да. С какой скоростью двигались? Я пока что не трогали. Начало 70, 80. Начало тормозить, меня занесло. Известил удар и что-то вылетело сбоку с левой стороны в мою сторону. Думал, что это шлем. Только был, ну, увидел, что ребенок. Вот он залетел под фор. Мы ехали за машиной и фор. Вот. И видели все, как оно было. Вот как летел и сбил на пешеходном переходе семью из трех человек. То есть скорость, считаете, большая была, да? Скорость, считаю, была намного больше ста, примерно 150 км в час. 16-летний сорванец, скорее всего, не понесет полноценного наказания, которое он, несомненно, заслуживает. И эта смертельная схватка человека и автомобиля закончилась предсказуемо. Но здесь, стоит быть справедливыми, утверждать, что водитель полностью виновен в гибели 10-летнего мальчика, нельзя. Вот эти все три дорожных транспортных происшествия следует рассматривать как ЧП. И даже если в каком-то из этих ДТП нарушил правила ребенок, то все равно в основном вина должна лежать на взрослых. Они не рассказали, не воспитали так, как должно, и это произошло трагедия. В этой ситуации не позавидуешь никому и тем семьям, кто у кого произошла такая трагедия, умер родственник, а также тем, кто совершил эти наезды. И действительно, все беды на дорогах от отсутствия элементарного воспитания. Кто-то не умеет водить, кто-то пьет, а кто-то просто не знал, что нельзя спонтанно выпрыгивать из-за грузовиков прямиком на трассу. Машин становится все больше, а люди к этому так и не приспособились. Это все на сегодня. Хорошего вечера. И до встречи в среду в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова